Николай Алексеевич, до сих пор не угасают споры о масштабах загрязнения реки Барскаун и озера Иссык-Куль, цианида натрия. Поэтому в первую очередь хотелось бы услышать от специалиста-ученого, который проводил независимые исследования местности сразу после того заполученного инцидента, каковы же были масштабы аварии. Ничего серьезного не произошло, а произошло, собственно, основное попадание цианида натрия в воду реки Барскаун, это при подъеме. И дальше ничего бы не произошло. Вместо того, чтобы оставить закрытыми шлюзы в поливочную систему или варычную систему сел Барскаун и Тамга, они почему-то были открыты. На ваш взгляд, насколько грамотно киргизские специалисты пытались тогда ликвидировать последствия аварии? Первое и было нарушение в том, что не надо было открывать шлюзы варыки. И все. И все это ушло бы, и вообще никаких загрязнений бы не было, я имею в виду, на территории сел. Второе, не надо было применять хлорсодержащее вещество, которое именно и вызвало все основные поражения. Единственное, что мы не можем сказать, и восстановить это сложно, потому что никто не измерял содержание хлора. Но представьте себе масштабы. Это где-то более 15 тысяч квадратных метров территории было засыпано или залито таким содержащим, высоко концентрированным раствором хлора. Ну понятно, что все это летит в воздух. Здесь как раз критическим органом являются органы дыхания, раздражение слизистых, то, что и проявлялось у этих вот людей. Каких объемов цианит опасен для жизни? Ну, во-первых, надо различать, так сказать, это отравляющее, вернее, это токсичное вещество общей ядовитого действия. Критический орган для этого вещества – это прежде всего центральная нервная система. Теперь, если вспомнить, вот говоря о том, так сказать, мягко говоря, невысоком профессионализме, одним из методов, так сказать, вот ликвидации аварий применялся гипохлорид кальция, а точнее даже ДТСГК – 2,3 основная соль гипохлорида кальция. Интересно то, что, в принципе, да, действительно, это вещество используется, но в технологическом процессе, потому что цианит натрия необходим для флотации золота, да, для того, чтобы они его, так сказать, можно было, временное соединение получается, они затем его, так сказать, дегазируют с помощью этого вещества. Но это в технологическом процессе, где соблюдают все, так сказать, необходимые требования безопасности. Здесь же, мы проводили потом это расследование и получили данные, попытки были там на Минздрав, так сказать, вот свалить эту вину в применении гипохлорида кальция. Но самое интересное то, что у Минздрава просто нет средств для применения 10% раствора гипохлорида кальция. 10% раствора и 20% – это почти кашица. Для этого существует техника, так называемые арсы – авторазливочные станции. ARS-14 в частности, который был на вооружении МинЧС, Министерство по чрезвычайным ситуациям. Я имею в виду Киргизской республики. В Минздраве были всего-навсего автомаксы. Это, ну, вот за спиной, если кто-нибудь видел, да, такой ранцевый, так сказать, вот прибор. И трубочка с сеточкой. Вот максимум, что там может быть, это вот, ну, 1% раствор. Просто через ту сеточку ничего другое не произойдет. И, естественно, что масштабы применения, ну, несоразмеримы. Максимум поступления начался уже как раз с момента применения хлорной извести. В качестве примера я могу привести недавний совершенно пример, произошедший в аквапарке в Ленинграде, простите, в Санкт-Петербурге. Вот вам ярчайший пример, когда нарушение хлораторного прибора, который, так сказать, дозирует содержание хлора в воде, в бассейне, привело к поражению. Совершенно точно с такой же симптоматикой, которая была и вот в этих селах. На какие органы человека вообще, в первую очередь, воздействует цианин в натуре? Основное проявление центральной системы. Если высокая доза, ну, вы, наверное, так сказать, вот, два капитана фильм там, еще что-то там, отравление было моментальное. Дозы мы пересчитали, дозы вот еще раз я провел, так сказать, ретроанализ. Это перспективный анализ. Ну, извините, там дозы где-то минус, я не знаю, самая максимальная доза, в минус четвертой степени или в минус пятой степени, что на несколько порядков ниже минимально поражающей дозы. А может ли это вещество вызвать развитие раковых заболеваний или вызвать мутацию потомков местных жителей? Ни в коем случае. Это вещество не относится ни к мутагенам, ни к канцерогенам. Однако разговоры об экстремальной опасности в связи с загрязнением цианибной реки Барскаун и залива озера Иссеткуль до сих пор активно муссируются и политиками, и деятелями из неправительственного сектора. Можете ли вы, Николай Алексеевич, однозначно ответить на вопрос, имеет ли под собой реальную почву подобное утверждение? Я вообще стараюсь, так сказать, дистанцироваться от всего того, что называется политикой. Хотя, я спорю, что я не имею по этому поводу. Так вот, как ученый, я могу сказать, что все эти рассуждения совершенно беспочвенные. И используются, вот я считаю всегда и откровенно хочу заявить, что это очень опасные действия вот этих политиков. Потому что страшнее всего это хронический стресс. Вот стресс как раз приводит к снижению иммунитета, то есть устойчивости. А при этой ситуации у человека может развиться и рак, что вы хотите, пожалуйста. Конечно, генетических нарушений быть не может. Но вот все такие, хроническая патология, обостриться и прочее, прочее. А приводится все на все словом, словом, самый страшный, так сказать, убийца для человека, если его используют нечистоплотные люди в целях поднятия своего, так сказать, престижа или, я не знаю, каких-то своих целей. То есть мы можем смело утверждать, что туристы спустя 10 лет после этой аварии могут не опасаться отдыха на берегу Киргизского озера? Я в те годы, еще 10 лет, надо сказал, что вот такие неосторожные высказывания местных ученых, еще кого-то, я не знаю, журналистов, масса была тогда на тысячи лет и прочее, но совершеннейшая бессмыслица. И я сказал, что ведь это же вы потеряете жемчужину, ту, которую для оздоровления использовали люди, во-первых, в всех прилегающих регионах, Сибирь и прочее, из-за рубежа люди приезжали. Конечно нет, конечно можно пользоваться, еще как. Мы тогда, я помню, я так никогда не бывал, а потом уже побывал, слава Богу, с удовольствием искупались в этой воде. Кому-то я сказал, да ее можно водой из Сыкуля просто разливать в бутылки и использовать ее. Настолько она, так сказать, чистая и приятная. Тем более, что мы ее тоже исследовали. КОНЕЦ